Павел Фанил Павел Фанил Павел Фанил Павел Фанил Павел Фанил при всероссийских международных конкурсах и фестивале. Дамы и господа, далее у меня полтора листа мелким шрифтом названий фестивалей, названий конкурсов международных. Читать это бессмысленно, потому что на слух это все совершенно не вспоминается и не запомнится. Скажу только, что это Ржев, Санкт-Петербург, Аргарбис, Москва, Сызрань, Волгоград, Самара, Беларусь. Он является абсолютным чемпионом России по гармонии. Назовут это последний его конкурс, обладатель гран-при, конкурсы исполнителей на русских музыкальных и народных инструментах, премии Камертон Лайф композитора Евгения в сентябре 2022 года, буквально месяц назад. Павел является обладателем президентского гранта и стипендиатом Брянской областной думы. Павел Фомин выступал в концертных залах Государственной академии Академической капеллы, Смоленской государственной филармонии Неглинки, Ульяновской государственной филармонии Брянская, на различных концертных площадках Франции. Часто входит в жюри различных конкурсов и фестивалей. Является частым гостем на федеральных каналах, в таких передачах, как «Игра и гармония», «Любимая», «Поле чудес», «Доброе утро», «Привет, Андрей», «Страна талантов» и других. Выступал с оркестрами русских народных инструментов Санкт-Петербурга, Ульяновска, Белгорода, Смоленска, Вяткин, солировал с Орловским губернаторским симфоническим оркестром. Он является солистом оркестра популярной музыки «Мастера России» под руководством Петрова, солистом группы «Гармон Драйв», занимается активной педагогической деятельностью. Вот, пожалуй, вся официальная информация. Нет, далеко-далеко не вся, но иначе я весь концерт буду рассказывать. Концерт состоит в одном отделении и открывает музыка Евгения Дербенко. Концерт номер 6 в трех частях. Первая часть «Русская фантазия», вторая «Рязанские» на первой, третья «Скомарушина». Играет лауреат международных конкурсов Павел Фомин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ясным являюсь я, и хочется сказать, что очень здорово, что на наш инструмент обращают внимание новые композиторы. Евгений Петрович задал колоссальную планку, которую, мне кажется, трудно будет повторить, но еще раз скажу, что очень хорошо, что для гармонии начинают писать новый репертуар, новые молодые композиторы, ведь без репертуара инструмент не будет существовать. Хочу сказать, что писать в репертуаре. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Он говорит, что ты у меня один из немногих, если не единственный ученик, который носит музыкальную фамилию. И дает мне ноты, эта карта на тему ФА-МИ. Я через КО, но в принципе... Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я вдруг словил себя на мысли... Я вдруг словил себя на мысли, почему Явей Петрович выбрал такое направление музыки и посвятил ее мне. Я же вообще не такой, не злой. Илья Петрович, я вот сейчас хочу его пригласить на сцену. А кто злой-то автор, оказывается? Да. Я поступаю вам место. Да, я немножко задавал пару отдохнуть. Дело в том, что, конечно, такую музыку тоже надо, наверное, играть на гармонии, потому что сейчас баянисты, аккортиалисты на международных конкурсах и соревнованиях играют очень такие, ну, я бы сказал, агрессивные пьесы, таких вот там гардистского характера. И мне хотелось показать что? А почему бы не сыграть в нечто подобное на гармонии? Показать возможности нашего русского гармонии инструмента. Вы, наверное, убедились в том, что гармония звучит просто настолько вот разнообразно и настолько разнопланово. И этот инструмент, он не только для свадьбы и гулянтов годится, но и, в общем, может существовать на серьезной такой профессиональной сцене. Сейчас я вам просто коротенько писаю, потому что после Павла Фомина очень сложно. Но, я буду говорить с вами, поэтому, вы меня простите, новое пьесо, которое, мне кажется, очень соответствует этой погоде, вообще этому строению, я ценил. Никогда я ее не играл. Первый раз сегодня хочу просто вам ее показать. И называется она, вот чтобы вы поняли, что я не такой злой какой-то. Это жизнь такая злая. Знаете, вот сейчас война, там адресия. Поэтому она соответствует этому времени. А в душе-то вот другие энергии рождаются. Итак, пьеса такая. Больше говорю, чем играть буду. Тургеневский «Листопад». Первое исполнение. «Листопад». КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Концерт продолжает Павел Фанин, Дмитрий Шилов, прелюдия. Дмитрий Шилов 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 Дмитрий Шилов